Итак, тема моей проповеди сегодня Евангелие Есмь Евангелие Есмь Понимаете или нет? Пять человек понимают, слава Богу Я из-за них, слава Богу Евангелие Есмь О, больше, да больше их доходит Слава тебе, Иисус Если я думаю Сейчас я буду так говорить То через час может до всех дойдет Евангелие Есмь Халилуя Вы понимаете, что такое Евангелие Есмь Да, Евангелие Иисуса, да, вы понимаете? Есмь, понимаете? Есмь Это сущий Сущий Это имя Бога Есмь Бог говорит Пойди и скажи Как твое имя? Пойди и скажи Я Есмь Я сущий Я Иегова Элахим Яхве По-разному можно перевести Я Есмь Так вот Евангелие Это не просто книжечка Которую целовать надо Евангелие Это благодать и Божия Это Сам Христос Потому что Благодать Это Христос И вот Евангелие Благодати Это величайшая сила Поэтому сегодня Мы рассматриваем Евангелие Вчера мы целый день Здесь говорили На уединении Римлянам 1 глава 16-17 стих И Павел говорит Я не стыжусь Благовестования Или Евангелие Крестово Или радостно Весть о Кресте Потому что Это есть Сила Божья Ко спасению Всякому Верующему Во-первых Иудею Затем и Елену Потом и язычнику Вначале было Евреям Проповедовало Потом и язычникам И нам Ибо в нем 17-й стих В чем в нем В Евангелии Что в чем В чем В Есм В сущем Но есть Евангелие Это 100% Христос Благодать Благодатный Христос И потому что В Евангелии Открывается Вот это слово Скажите Открывается Открывается Знаете что такое Открывается Библейское Это откровение Скажите Откровение Потому что В нем Откровение Что такое Как открыть Смотрите Потому что В нем Открывается Правда Божья Дословно Я тебе могу перевести Чтобы ты понимал Когда ты В Евангелии Пребываешь Бог начинает Открывать Тебе Понимание Дает тебе Понимание Для жизни И благочестия Для жизни И благочестия Для жизни Для жизни Мы понимаем Для жизни Как Для кармана Для кармана То что надо Вот Саша Очень хорошо Для кармана То что В жизни тебе Необходимо А благочестие Знаете как Дословно Можно перевести Там несколько слов Но самое красивое слово Для жизни И для почтения Бога Как только будет Бог Для кармана Никто не увидит Господу Здесь тебе будет Хорошо С карманом У тебя карман будет Бабла будет На кармане Много у тебя взяли Там сопли Такие Там пальцы Гундосить будешь Там все нормально Будет Но в вечность Не попадешь Это правда Это правда Но в нем И об этом Сегодня моя проповедь Воздадим славу Богу Аллилуйя Это божественное слово Которое Бог открыл мне После 30 лет Следования за Богом Я 30 лет Это место читал Я его знаю наизусть Я его всем проповедовал Я всегда говорил Но не имел откровения Того, что сегодня Бог дал мне И я верю, что через год Мне Бог даст Еще глубже Откровение здесь При одном условии Если я буду в нем Понимаете меня или нет? Если я буду в нем Если я буду находиться в нем Потому что В нем Когда я пребываю Благодать, то не закон Благодать и закон Вместе Это гремучая смерть Это гремучая смерть Смерть на месте Понимаете Понимаете или нет? И в церквях сегодня В основном Христианских церквях Это гремучая смесь Закон и благодать Благодать и закон И как нам понимать это Бог мне дал откровение Я вот вам покажу Очень понятно Четко и ясно Да Классно Посередине Бог Б Это Бог И Бог Это есть Евангелие И пребывать в нем Из него что-то истекает Мы прочитали Что такое закон? Закон Это все Что с этой стороны Бога Что Это сторона По отношению к Богу Чтобы Я хочу Приближиться К Богу Чтобы Бог Принял меня Потому что Если я Не имею что-то в жизни И я молюсь И я не могу Получить Я понимаю автоматом Что я что-то Неправильно делаю Поэтому Бог Меня не слышит И Бог Мне не отвечает Поэтому Он Мне не дает И поэтому Вот Одна сторона Это то Чтобы Бог принял меня А вторая сторона Это то Что проистекает От Бога Из Бога И вот Как Бог Мне показал Закон Это Надо быть Чтобы Чтобы Бог Меня принял Праведным Святым Соблюдать Все заповеди Все законы Все постановления Не делать этого Не делать того Не делать того Не делать вот это И тогда Бог принимает меня Понимаете или нет? Тогда Я уверен Сто процентов Что Бог Примет меня Вследствие от этого Смерть И ад Смерть Закон Вот это закон Закон был дан Людям Неправедным Первая Тимофея Первая Глава Девятый стих Он был дан Неправедникам Закон был дан Тем У которых Благодать Не работала До закона Закон был дан Спустя Две тысячи лет От творения Человека Две тысячи лет Люди жили Под благодатью Что такое Благодать? О Это хороший вопрос И правильно Что вы его задали Евреям Восьмая глава Мы читаем Что такое Благодать? Он говорит Вот Завет Который я завещаю Дому Израилю После тех дней Говорит Господь О каких днях Идет речь? После Иисуса Христа После того Как придет Христос на землю Все было время Дано Обе Иисусе И здесь написано Вот после тех дней Вложу законы мои В мысли их Напишу их На сердцах их Буду их Богом Они будут моим народом Не будут учить Каждый ближний Каждый брат Своего Я познай Господа Потому что Все От малого До большого Будут знать меня Потому Что я Буду милостив К неправдам Их Их грехов Их Не помяну более Не вспомяну Евреям 8 10 12 Смотрите До этого Он был написан В сердцах У Авраама В сердце Моисея Он был написан Даже в сердце Давида В сердце Давида Поэтому Ничего не случилось С Авраамом Потому что Он нарушил закон А с ним ничего не случилось Почему с ним Ничего не случилось Он был женат На своей Сводной сестре На своей сестре Даже двоюродной сестре Не сводной Кузина С сестре А по закону Побить таких камнями А Моисей был Женат Женат На иноплеменец А по закону Должно было Побить таких камнями Почему? Потому что Они жили по благодати А что такое благодать? Как это? Как это закон Написан у меня в сердце? Как это закон Написан? Римлянам 1 глава 16 17 Мы прочитали В нем Когда я пребываю В Евангелии Пребываю Когда я в Евангелии В Христе Когда я пребываю А здесь же Вот в чем Откровение Понимаете? Закон Говорит Что ты не можешь Если у тебя грех какой-то Или какой-то проступок Или Ты не можешь Пребывать в нем Ты не можешь Бог не принимает тебя Понимаете или нет? Закон говорит Что ты должен Освятиться А потом Приди А говорит Освятитесь А потом Придите ко мне Закон так говорит Освятитесь А потом Придите ко мне А почему? Потому что Весь закон Говорит об Иисусе Иисус так сказал Постоянно Посмотрите Павел Петр Иисус Они доказывали Законникам Что они Беззаконники Они же никому Не мытали Ни грешникам Ни блудницам Нигде Ни Иисус Ни Петр Ни Павел Не доказывали Что они беззаконники Но они законникам Объясняли Что они беззаконники И Иисус говорит А законникам Говорит А зрячие Будут слепые То есть Они истины не увидят Они не будут Видеть истину И поэтому Законники Или беззаконники Они постоянно Приходили К Иисусу И говорили Слушай Моисей сказал Авдаам сказал Давид А ты кто? Павел говорит А Авдаам Говорил об Иисусе А Моисей Говорил об Иисусе И смотрите Если вы говорите Моисей Ваш вождь Почему вы его Не слушаете? А Иисус говорил Все писания Говорят обо мне И 5 глава Иоанна 36 стих Говорит Тот лишь Только Все писания Говорят обо мне И если вы хотите Иметь жизнь вечную Вы не будете С соблюдением Закона Иметь жизнь вечную Вот она Бог показал мне С соблюдением Закона Вы не придете К Богу Тем более Жизнь вечную Дает сам Бог Только А вы к Богу Не придете С соблюдением Закона Вы не придете Закон Для беззаконников Как это закон Для беззаконников? Чтобы они Потому что закон Говорят Дан для того Он является Как где-то Водителем Ко Христу Христос Мы сказали Есть Евангелие Сегодня Христос Есть И есть Евангелие Сегодня И закон Дан Поэтому Закон Мы можем Использовать Когда я вижу Что Там кто-то В грехе Повяз Я говорю Слушай Тебе ждет То-то То-то Зачем Пытаюсь Запугать его Чтобы он Прибежал К Иисусу Закон Это как Страшилка Закон Это страшилка Но в законе Нет ни жизни Его действия Запугать всех Показать Еще Показать Что они все Кончены Все нуждаются В Иисусе Христе Кто Может Соблюсти Хоть одну заповедь Никто Никто А через Закон Говорит Что только Через исполнение Ты можешь Приблизиться К Богу Поэтому Законники Говорят Ты С Богом Общался Да знаю Я тебя Как ты можешь С Богом Общаться Я знаю Тебя В твоем Доме Он полно Идолов Понимаете Или нет Люди Думают Что От нас Зависит Доступ К Богу А это Смерть Это ад Потому Потому Что Люди Не Понимают Не Разумеют Праведности Божьей Понимаете Или нет Все Что Требовал Закон Все Что Требовал Закон Христос Есть Написано Конец Закона То есть Христос На Христе Закончился Закон Все Почему Потому что Христос Есть Тот Который Заплатил Цену Рабовладельцу Дьяволу Войдя в Святое Святых Своею Пречистою Святую Кровью Потому что Отношения Твои И Бога Не строятся По отношению К дьяволу Или людям Мои отношения Созидаются На отношениях Христа С Отцом Понимаете Или нет И Бог Заплатил Христос Принес себя В жертву За меня Это я Умер Это ты Умер Его смерть Символизирует Потому что Его любовь Настолько Была велика Что он Принял тебя Из-за тебя Ты должен был Умереть А он Говорит Отче Я люблю Их Позволь Мне умереть За раю За Таню За Лиду За свет И он умер За всех нас Потому что Кровь его была святая И это позволило ему Умереть за всех нас И эту кровь он заплатил И поэтому Дьявол говорит Кто даст выкуп За кого За Сергея Иисус говорит Я И заплатил Богу Отцу А не сатане Понимаете или нет У него с мозгами Действительно проблема Но так не относились Что он дурак Он умный Змей Обхитрил Обхитрил даже Адаму И Еву Поэтому И теперь Когда мы Вникаем В загвезд Совершенный Видите В нем Открывается Правда Божия От веры в веру Когда мы пребываем в нем Мы растем От веры в веру Наше познание о нем Растет И когда мы принимаем И через откровение В наше хождение Наша вера растет И то что вчера было для нас Не под силу Сегодня мы смотрим на него Вообще не замечаем Но есть очень обманчивый момент Очень И все через него мы проходим Все Буквально все Что это за момент Достигнул Достижение В Боге Мы все можем чего-то достигнуть В Боге Все Вот как Колю Мы слышали На Коле Я приведу пример Коле Вот до стены Ну и он развивается Его творчество развивается Не потому Что он ходит в церковь А потому что В нем В Евангелии Когда он пребывает Открывается Правда Божия Я как сказал О жизни и о благочестности Когда я пребываю в нем В молитве В Евангелии И вдруг я понимаю Надо сделать Вот это Вот это Вот это И вот это Вдруг у меня слова пошли Вдруг у меня это Я просто взял и записал Я просто вышел Сделал У меня нет У меня как будто Крылья вырастают Я хочу делать И потом Достигает момент Я вдруг Все меня принимают Ну вот как их сегодня Приглашают И в Полтаву И в Сумы Группу прославления Никуда не приглашают А их приглашают И в Полтаву И в Суму По интернету нашли Слушайте Мы оплатим вам билеты Оплатим вам это Как меня Их приглашают Почему? А кто вникнет Закон совершенный И пребудет в нем Тот будет на расхват Жизнь того на расхват Понимаете или нет Не потому что Коля Ходит в протестантскую церковь Донецк Нет Вы что Заходите в Донецкую Прославление Ходит в Донецкую Протестантскую церковь И даже Спивают Понимаете Или нет А кто вникнет И Бог Подбросит Тому Откровение Это называется А я Схочу это Откровение Как это Схочу? Ну Вхождение В его Начну выполнять Вот как они сделали Они говорят Мы даже не верили Мы рассчитывали На одно Мы сейчас сделаем Такая реакция Такое это Такое И вдруг звонки Вдруг телефон А можете это А можете вот это А можете это И вдруг они съездили Туда и туда И у них нет времени Просто заниматься Евангелием И они отложили его Они так уже популярны Халилуя Халилуя Уже всем носы Утетрают Уже сами носы Задрали Уже все Халилуйчики такие Понимаете? То Во Христе В нем Не существует Такого Ну Типа на парашюте Я задержался Где-то Где-то Такого На пересыльный Пересыльный пункт Там Из Ваткуты Или в Мурманск Везут тебя И ты там на пересылке Где-то перекантовался Такого нет Господи Ты нигде не перекантуйся И поэтому Человек начинает Без Пребывание в нем Человек начинает Катиться вниз Катиться вниз И когда катится вниз Я понимаю Что я качусь вниз А уже желания нету Пребывать в слове И нет времени Нет возможности И поэтому Человек начинает К закону обращаться Я не делаю уже это Стараться Я не брешу Я что-то меня грешит Уже это Нет Нет Я уже святой Закон начинает соблюдать В нем не пребывает А замену какую-то Надо иметь Чтобы совесть Хоть как-то Оправдать А закон Хоть как-то Оправдывает Совет Человек Поэтому Галатам Пятая глава Второй стих Павел говорит Эй вы Балбесы Он так и говорит Ну не балбесы Они Несмысленные А да балбесы Несмысленные Галаты То есть Эй вы Балбесы Из Галата А есть Донецкие Балбесы Ну разные Есть В каждой церкви Вы что Балбесы Говорит Заставляет И обрезать То есть Обрезать Это часть Закона А зачем Обрезать Не получается В жизни Творчество не идет Коля тебе надо Обрезать чуть-чуть И творчество Пойдет Но сегодня Павел С этим разобрался Трасси навсегда Резать никому не надо Но Церковь Придумала новое Папа Вова Сидит И говорит Слушай Я наблюдаю за тобой У тебя Что-то жизнь Медская стала Проявляться Поэтому у тебя Творчество не идет Мама Лида Говорит А я еще больше Тебе скажу Я знаю Что И новое Человеческое Евангелие Поэтому Павел 1.6 Там и написано Как вы так быстро От Евангелия Божьего Человеческому Евангелию Человеческое Евангелие Это вот Да обрезать Немножко Или там Немножко Прическу Изменить Или Сильно Медской Вид у тебя Или еще Какие-то Что у нас Какие у нас Вот эти Человеческие Такие А у нас Более Святые Такие Брат Ты мало Постился Ты не постился Ты не молишься А Библию Ты давно Не читаешь А это А Библию Хоть читай Хоть не читай В нем Прибывать Надо Чтобы Откровение Выносить Понимаете То есть Разум твой И сердце Прибывают В чтении И называется Это молитва Чтение До такого момента Что ты начинаешь Созерцать То что ты видишь И вдруг В один момент Ты переключаешься Вдруг И ты начинаешь Видеть Что тебе надо Делать в жизни И когда ты Начинаешь Это делать Понимаете Вот как Рождается Религия В церкви И поэтому Проблема у тебя Со здоровьем Проблема Или с этим Ты 10 лет В церкви И ты уже Давно Забыл Что жизнь В нем Потому что В нем Мы имеем Откровение Правды Божьей Бог Говорит Обо мне Ни соседи Ни жена Ни папа Ни мама Ни бабушка Ни дедушка Никто Бог Говорит тебе Когда Бог Говорит То в нем Нет обвинения В нем Нет никакой Вины Почему Потому что Имя его Сегодня Оправдывающее Поэтому Ты никак Не можешь Понять И ты думаешь Я делаю Грех И даже Прихожу к Богу Чувствую Что Бог Принимает И тогда Ты приходишь Своими тупыми Мозгами Или как Павел сказал Это Как это Несмысленно Бестолковый Агалат И тогда Бестолковыми Мозгами Ты приходишь О Значит Богу Не противен Это грех Буду грешить Дальше И ты занимаешься Там Разными Грехами Втихаря А боишься Даже сказать Об этом Почему Потому что Ты сам В себе Уже Решил И ты Живешь Аматальную Жизнь И говоришь Да я Под благодатью Под благодатью Ни один Человек Не может Быть Если он Не находится В Евангелии Которая Есть Понимаете Меня Или нет А иначе Бог Говорит Как Как Стоящим Под законом А стоящие Под законом Открываем Открываем Гимлянам 1.18 Написано Изливается На них Гнев Божий На всякого Делающий Нечестие И заменяющий Подавляющий Неправду Правду Неправдой Понимаете Изливается Гнев Божий Поэтому Люди Говорят А почему Ты не говоришь О святости Потому что В Библии Я прочитал Что Кто живет Не святой Жизнью Изливается На них Гнев Божий Это Все равно Что Бог Дал Пендаля Маргарите Я подошел И еще Добил Ее Понимаете Или То в Библии Нигде Мы не найдем Что Павел Проповедует Закон Или Иисус Проповедует Закон Нету Такого В Писании В Евангелии Святом Такого Нету Если я буду Пребывать В нем Я не буду Говорить О святости В церкви Почему Потому что Бог говорит Подстоящим Подзаконом И Бог Не верите Мне Одно и то же Слово Гляньте Читаем 17 стих Римлянам 1.17 И 1.17 Вот смотрите Ибо открывается Смотрите Гляньте В нем Открывается 18 Дайте Смотрите В нем Открывается В нем Открывается 18 Ибо Открывается Обратите внимание Открывается И там И там И там И там Только Разница Когда я пребываю В Слове Божьем В Евангелии Открывается Познание Бога И от Бога А когда я стою Вне Евангелия Открывается На меня Что? Гнев Божий Зачем мне Гнев Божий На тебя Изливается Бог хочет Чтобы я Посланник Бога Протянул тебе руку Помощь А я тебе говорю За то Что ты живешь Плохо Вот и ты Получаешь Он сам знает Что он получает За то Что он живет Плохо И дьявол Морочил нам Мозги И в том числе И мне И когда Бог Мне открыл Думаю Боже мой Что ж я проповедовал Столько лет Людям Закон Я закон Проповедовал Людям И чем больше Я проповедовал Закон Тем хуже Люди становились Потому что Когда закон Говорит То он говорит свое А знаете Что он говорит Желание Дает грешить Если я стою Под законом Мне так хочется Сгрешить Вы даже не представляете Ну как и вам Одинаково Как и вам К стоящим Под законом Закон Закон говорит Греши по полной Он дает желание Грешить Закон А знаете почему Показать на то Что ты Без Христа Ничто Показать на то Что ты Без Христа Ничто Потому что Вся цель Ветха Войного Завета Христос Искупивший И предавший Душу свою За нас Понимаете ли Вот в чем сила Познание Христа Поэтому Те которые Пребывают В нем Святые Это без всякого Суждения Я говорю Эти люди На уединении Я никого Сейчас Вы обратили Не заставляю Идти на уединение В субботу Мы проводим Один день И это Всего 4 часа Мы проводим Я верю Что Очень скоро Мы будем Проводить 8 часов 10 часов Каждую Субботу Потому что Нам не хватает Правда же Не хватает 4 часа Вообще Не хватает Это настолько Просто Где мы Ныряем Все вместе В нем Пребываем Просто Вот мы Вместе И так Чувствуется Его присутствие Даже в молитвах Даже во всем Просто во всем Дьявол Меня Вчера Чуть не Не отомстил Мне Я чуть не умер Здесь прям На служении И еще Сегодня После этого Как От инфаркта Что-то в голове У меня Непонятно Но он Освященный Кровью Христ Мы не Почтение Бога Нет проблем У нас нет проблем У нас нет проблем Проблемы Их даже нельзя Назвать проблемами Если я верю Даже если Не пребываю В нем А хожу В церковь У нас Нет проблем Проблемы Вот Коля Рассказывал Он то Проблемы Он то Проблемы Без Бога Вот это Если это Проблема Без Бога То это Уже По-настоящему Колбасы Это По-полной Проблема У нас Проблемы Есть проблемы Но это Не проблемы Это вообще Не проблемы У меня Есть проблемы Со здоровьем У меня Проблемы С финансами У меня Есть много Проблем Но это Вообще Не проблемы Это люди Говорят Это проблемы Для меня Это вообще Не проблема Для меня Это Новые Возможности Это правда Я вам говорю будь то здоровье, будь то финансы, будь то отношения, будь то неудача и удача. Все. Почему? Я познал, чтобы приблизиться к Богу, не надо быть праведным или неправедным, грешным или святым. Меня Бог принимает таким, как я есть. И то восприятие моего понятия Бога дает мне право, чтобы моя вера изо дня в день росла, росла, росла и развивалась. И от моей веры, Павел дальше пишет, Римлянам 5 глава, с 1 стихла, говорит, итак, оправдавшись верою, видите, с чего начинается? Оправдавшись верою, если ты не оправдался верой, если ты пытаешься своими делами прийти к Богу, ты не получишь мир от Бога. Но и так, он говорит, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. И так, оправдавшись верою, кто может оправдаться верою? Конечно же, грешный человек. Почему? Потому что праведному не нужно оправдание, он и так праведный. И потому что, если ты праведен в своих глазах, тебе Бог никак не поможет. Ты остался без Христа, лишился благодати. Ты сам теперь должен вручную как-то закатывать солнце и откатывать. Все делать для себя сам. Понимаешь или нет? Поэтому Бог, Он растирает душу свою через Евангелие к тебе и ко мне. Аллилуйя. Скажем, Иисус, помоги мне. Я верю, что смерть твоя и твое воскресенье дает мне жизнь и жизнь с избытком. Аллилуйя. 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 Твое Евангелие, скажи, это мое Евангелие. Твое Евангелие. Это мое Евангелие. Аллилуйя. Это не книга закона. Это книга жизни. Для законников – это книга закона. А кто такие законники? Все, кто не приняли Христа. Верующие или неверующие, религиозные, или анонисты, или чиферисты, или убийцы – они под законом. Они все под законом. Для них дан закон. И для них, говорит закон, и к говорящим, стоящим под законом открывается гнев Божий. Понимаете, Ленин? Не беги в закон. Тебе там ловить нечего. Ты особенный, ты избран. Я думаю, что сегодня Дух Святой, Он открыл тебе понимание. То, о чем я говорил так много. Чтобы мы начали соблюдать не заповеди Божьи, и не боялись говорить закон. Потому что если мы говорим закон, то нет, это нормальная вещь, мы живем. Понимаете или нет? Мы живем. И поэтому кому-то я скажу закон. Почему? Потому что Бог скажет, напугай его. Видишь, Он ничего не боится. Напугай его. Я говорю, и к Иисусу вдруг побежит. Это не означает, что Он побежит прямо к Иисусу. Ну, может быть, Он побежит к Иисусу. Аминь. Аминь.